С Верой в спорт Потому что название красивое Афиши у вас тоже были красивые И отсюда уже будем разбираться Что это за мероприятие такое Давайте начнем с его назначения Для чего оно было создано? Название родилось очень давно В моей голове И оно родилось не случайно Сила Вятки Во-первых, нужно понять Что такое сила Вятки и в чем она Помните, как в фильме про американцев Он спросил, в чем сила брат Так вот, в чем сила Вятки В добром сердце И вот именно кубок проходил С таким настроением Он объединил и профессиональных спортсменов И людей, скажем так С ограниченными возможностями здоровья Плюс это дети Из детских домов Школ интернатов, то есть дети инвалиды И вот они выступали Все вместе, видели друг друга, общались И создавали Определенную атмосферу Вот она, сила Вятки То есть сила в единстве В единстве Физическая сила и доброты душевной Да, да И из этого складывается Такая настоящая личность Как мы это представляем И само понятие спорта Что сама сила должна идти на добро Конечно Давайте разбираться теперь по этапам Начнем с того С физической силы Давайте об этом поговорим Сначала немного, а потом будем развивать Потому что пауэрлифтинг Эта тема довольно-таки обширная О которой можно говорить еще и несколько программ Десятки программ, я даже думаю Какова была роль Составляющей силовой В проекте силовятки? Ну, безусловно Это были соревнования С названием кубок Разыгрывался, естественно Большой кубок Малые кубки За разные номинации Разные категории За абсолютную категорию Мы вручали кубок Было троеборье Ну, то есть Как Так как По силовым видам спорта Я думаю, что это интересно Что значит силовое видо спорта Конечно Это вот это естественно Это пауэрлифтинг Сам троеборье Эти три движения И кроме троеборья То есть пауэрлифтинга Были еще такие номинации Как русский жим Классический жим Народный жим И подъем штанги на бицепс Это все проходило в один день Под одной крышей В одном помещении Так, Андрей Давайте сначала разберемся С тем, кто принимал участие Потому что то, что вы говорите Пауэрлифтинг Все вот эти виды жимов Которые вы перечислили По сути это то, что мы можем наблюдать Может быть в более-менее Правильной постановке В тренажерных залах Да, в фитнес-центрах Потому что это является Одной из основных Из базовых таких вот упражнений В любом, мне кажется Силовой подготовке Я права? Ну, естественно В любой силовой подготовке Вот эти три движения В троеборе В пауэрлифтинге Это присед Жим И становая тяга Это основа основ Это и есть база Таким образом В силовятке В этих соревнованиях В этом кубке В этом мероприятии Принимали участие Спортсмены Или любители Тоже могли поучаствовать? Сила вятки Это же вот как раз Мы только что Обсудили Принимали участие Абсолютно все То есть Это были и профессиональные Именитые спортсмены Это были и любители Которые пришли Просто себя попробовать Ну, смогу я Я не смогу Я даже сам лично Убеждал людей Что вы просто придите Попробуйте себя Почувствуйте атмосферу Пообщайтесь с людьми Увидите Каких-то именитых Для себя Здесь же пример Живые, конечно Да То есть Это очень сильно мотивирует И люди шли Я приглашал Специально Для того Чтобы показать Как выглядят Именитые Крупные Такие топовые спортсмены Это Николая Пушминцева Я приглашал Из Каменск-Уральска Человек, который Стал победителем Олимпии То есть Это вот самый престижный Турнир в Америке Который проходит Он его победил Николай Пушминцев Давайте расскажем Конкретные достижения За счет чего Вот он одержал победу В соревнованиях В Штатах Я, наверное Ни один Не смогу Ответить на этот вопрос Потому что Коля Это просто Какой-то Уникальный человек У него столько сил У него столько Вот этих внутренних сил Кроме физических Что Это мне не объясните Я видел его выступление На нашем кубке Силовятки И он отдался Весь соревнованиям То есть Он не приехал В какой-то маленький городишко Там Киров Не знаю Где на карте Его там найти По навигатору Я могу выступить В полсилы Нет Он выступал В полную силу Это надо было увидеть Прямо до крови из носа Это вот такой человек Серьезно? Серьезно Единственный Кстати спортсмен У которого Было такое напряжение Это было Все на моих глазах То есть Ответственность на нем Была огромная Огромная Он к любому делу Он был за хедлайнером Данного мероприятия Да Да Все И он понимал Что На него все смотрят На него Обращают все внимание С ним все фотографируются Потому что Николай Пышминцев Это же Такая звезда Вот кто занимается Как раз пауэрлифтингом Они знают Что это Высокое имя Он один из сильнейших Жимовиков России Поэтому И показал В Америке себя Как Такой русский мужик А сколько он жмет? Ну вот он У нас Пожалуй 380 Килограмм От груди А вообще Его жим Лучший Жим 420 килограмм Обалдеть Да я не то Слово Применил Извините Эфир Правда Это Человек Просто уникальный У него Была небольшая Травма Поэтому Он говорит Андрей Я Может быть И попридержу Ничего Не придерживал Он работал На износы Придержал 380 Андрей Поясните Пожалуйста Вы сказали Что человек Невероятной Физической Внутренней силы Опять таки Возвращаясь К нашему добру К пониманию Спорта И пауэрлифтинга Как вот этого Добра Которая Изнутри Дает нам силу И позволяет нам Применить ее Для добрых дел Что значит Эта внутренняя сила В вашем понимании Вот в отношении Конкретно Этого спортсмена В отношении Коля могу сказать Сейчас придет Просто реклама Давайте Мы готовы Был выбор Пригласить Несколько кандидатов Кого можно было Пригласить Вопрос стоял Никакой Ни цены А вот Больше симпатии То есть здесь Харизма должна была быть Какая-то энергетика Человека должна была Я не знаю Я не по этим параметрам Даже выбирал Просто Коля Очень добрый человек Сам по себе Как это проявляется Доброта Да Вы на него просто Посмотрите Загуглите Посмотрите на фотографию Это необыкновенный Добрейший Души Человек По фотографии Можно это Представить Я сейчас Со скепсисом Говорю Он работает Пожарным Представляете В МЧС Работает пожарным То есть он Видит Несчастье людей Какой-то там Которые происходят Пожары И это все Переживает Очень тонкая Душевная организация Человек Для меня Это очень важно Вот это показатель То о чем вы говорите То есть то чем Спортсмен занимается Скажем так В каждодневном Своем Бытовом Русле То куда он Направляет свою энергию Откуда он подпитывается В том числе Ведь правда Это очень много значит Потому что Мне кажется Именно оттуда вот идет Это желание Развиваться самому Физически В том числе Чтобы творить добро Чтобы спасать людей Правда же? Совершенно верно Поэтому Насилие ветки Был вот именно Такой человек С большим и добрым сердцем Да Мы сейчас с вами говорим Мне кажется Слушатели думают Что это какое-то Сказочное такое Мероприятие И все там такие Добрые дяди Степы Которые всех спасают Давайте вернем Вернемся в реальность Давайте опустим всех на землю Да Давайте Давайте Жесткая правда Суровая Жесткая Суровая правда Нет конечно Люди все разные Люди все разные И те же спортсмены Бывают разные Мы видим это По телевидению Правда у меня Телевизора дома нет Я не часто смотрю его Вот Все люди разные И среди спортсменов Бывают люди агрессивные Ну скажем так Хорошие или нехорошие Не могу судить Но Такие вот бывают Не всегда Сила Сила вернее пользуется Для добра Не всегда Ну как Учит нас И русские народные Сказки И фильмы В том числе Которые мы сегодня Упоминали Что добрая сила Она В разы В разы В десятки раз Больше И сильнее И позволяет Больше всего сделать Чем сила Которая Не идет От добра Абсолютно Точно Добро Всегда Сильнее Зла Давайте теперь Вот с этой Доброй ноткой Перейдем К доброй составляющей Все левятки Это как раз Те дети Эти ребятки Которые приезжали К вам И тоже принимали Участие Наравне Со спортсменами С именитыми Спортсменами С любителями Что это были за ребята И как пришла идея Их тоже привлечь Родилась эта идея Из моего знакомства В Кирове Известным человеком Его зовут Все дядя Вова На самом деле Это Владимир Алексеевич Решетников Тренер Клуба Грин И он Я не знаю Насколько давно Он занимается Детскими Не занимается Вернее Детскими домами А возит Эти детские дома На какие-то Соревнования Школы-интернаты Школы-интернаты Детские дома Возит в разные города На соревнования Они там выступают В русском жиме В народном жиме Просто в жиме И Вот тут как раз И родилась идея А почему мы не можем Вот такие вот Грандиозные праздники Соревнования Большие С профессиональными Спортсменами Устраивать Вместе с Детьми Воспитанниками Из детского дома Домов Да Извините Перебью вас Давайте начнем С того Во-первых Насколько много Владимиру Алексеевичу Удалось Уже задействовать Детские домов И домов-интернатов Мне кажется Он все задействовал У нас Среди достижений Вот этого кубка Я могу сказать Что это Крупнейшее мероприятие В Кировской области По численности людей Спортсменов Подтвердите Сколько человек было Свыше 200 человек было Обалдеть То есть Это и профессиональные Спортсмены И воспитанники Детских домов Я считаю Которых привозили Которых привозили Да Было бы больше Но подкосило Вот эта вот Болезнь Грипп Карантины Да Некоторые закрылись На карантин Мы не смогли Всех привезти На самом деле Было бы невероятно Много Участников Невероятно много Просто Мы думали Сможем ли Мы уместить Всех Ну вот Так получилось Что приехали Не все Но Я могу сказать Еще то Что Среди Вот этих Воспитанников Детских Вернее Школ и интернатов Были тоже Не менее именитые Спортсмены Можем так их назвать Это например Владислав Черепанов Это мальчик На инвалидной Коляске Который Ездил Выступать В Москву На Федерацию АСМВИТИС И где Вот если Если мне Не изменять память Ну Скажем так Пятьсот раз Он поднял штангу Равную Половине Своего веса Пятьсот раз Да вы Ложку не поднимете Столько раз Представляете Он Невероятно сильный У него Невероятно сильные руки И Виктор Виктор Найденов Это самый сильный Жимовик России Подошел Он Пожал руку И сказал Влад Мне до тебя Еще далеко И это действительно Так Ему всего Восемь лет Восемь лет? Да Но когда я его увидел Вот он Он прямо Он такой лучезарный Такой светлый На него смотришь И Натурально Ком Горл Подкатывается И Вот таких Такие люди У нас есть Это вот как раз Детские дома Школы Интернаты Нашей Кировской области Андрей Откуда у них Эта база Что восемь лет Ребенок Вот уже имеет Возможность Тренироваться Во-первых Не просто же так У него силы Развиваются Ведь откуда-то То есть Тренироваться Заниматься И Насколько Пауэрлифтеры Профессиональные Будем так говорить Которые выступают И занимаются этим Профессионально Они получают Еще там Какие-то витаминки Там еще пьют Не знаю Что-нибудь еще Он ничего не пьет Вот У него Его заставил Его заставил Недуг У него Он не ходит У него сильные руки По принципу компенсации Да Природа работает Очень сильные руки И причем Он такой Насколько я смог Его узнать Он такой Уже Уже целостный Состоявшийся Хоть такой Хоть такой Еще и маленький Но например Это со слов Дяди Вовы Что он даже Обижаться Когда ему помогают То есть ему надо Делать все самому Все сам Да И вот Видя вот это На самом деле Кому горлу Подкатываться Но видя после этого Как они борются Как они Перетягивают канаты Жмут штангу И все это делают Ты понимаешь Что Им Их не жалеть надо Им надо просто Помогать И быть с ними рядом И для них Это Ну это все Все что им надо То есть им надо быть Вернее Им нужно ощущение Что они такие же Как все От них никто не отказался Даже сейчас Трудно стало говорить Вот и все И мы были с ними В тот день И это было Не знаю Как для них Для нас Это было просто Очень здорово Это праздник конечно Да Это настоящий фестиваль Силовых видов спорта При участии Всех-всех Всех-всех Кто на самом деле Заслужил Право И возможность Всех кто хочет Всех кто хочет Кого есть желание Кого есть энергия Кого есть стимула Развиваться Все-таки Не дает мне покоя Вопрос Об оборудовании В детских домах Домах Интернатах Если Владимир Алексеевич Занимается развитием Данного вида Спорта Данного направления Просто дядя Вова Дядя Вова Он требует так его называть Да Если дядя Вова Занимается этим То есть там есть Какие-то снаряды Как минимум Да Скорее Это вопрос Уже не ко мне Потому что Детьми занимается Он Я С удовольствием К нему Присоединюсь И Как Вернее У нас есть Это уже в планах Мы Каждый день общаемся И Я думаю Что Я уже буду сведущ И буду знать Что и как там И конечно приходите с ним вместе На следующие эфиры Естественно Я очень буду рад Я это говорю К чему Потому что Мы видим Да и силовятки Это показало Что среди ребяток Из детских домов Домов и фтернатов Есть Те ребята Которые действительно Хотят Научиться Хотят получить Этот навык Это знание Которое Не разово Вот так вот Попользовался И выбросил Дальше идешь А вот именно Вот это Осознание Собственной силы Это возможность Развивать Собственную силу И применять ее Ну скажем так В правильном русле Да Как раз Андрей показывает На сердце Да сейчас Сердцем чувствовать И понимать Что есть добро Потому что Это все В совокупности Что такие ребята есть И В силах Каждого человека Этим ребятам Помогать И есть на самом деле Очень много способов Как это можно сделать Если есть знания Приехать Пообщаться С этими ребятами Они очень открыто Насколько я знаю Очень готовы К общению Принимать опыт Да Учиться у людей Либо помочь Финансово Организовать Поставку Этого же оборудования Да Помочь С вывозом Этих ребят Да Или поддерживая Такие мероприятия Как силовятки Насколько мне известно Правильно я говорю Андрей Все Да Все это Очень полезно И И финансовая помощь И Хотя Сейчас говорят Что государство Все что можно Может делает И вот такие вот люди И фонды На самом деле Помощи Очень много И я сам участвовал Принимал участие Мы ездили С друзьями На автомобилях Возили Просто Мандарины Апельсины Вот то Чего Не дается Не хватает Да Не хватает Мы просто Ехали в магазин Покупали И просто увозили Другие ребята Показывали Какие-то спектакли От себя Это тоже Интересно А по поводу Бороться Вы знаете У них характер Характера Вернее Гораздо больше Чем У нас Ну вот Тех кто Живет дома Там С папами С мамами И заставляет Себе идти В спортзал И вот Им этого не надо Они готовы Это делать Каждый день Возвращаемся К силе вятки Мы проговорили О том Что Любой человек Абсолютно Готов Имел возможность Приключать в соревнованиях Какие были категории Как распределялись Кубки Как это происходило Ну во первых Этот Кубок Он был Всероссийского уровня Участвовали 12 регионов Поэтому Как бы Турнир Он был Мастерский Мастерского уровня До присвоения Звания Мастера спорта То есть это было Официальное мероприятие Конечно Да И Были все Весовые категории Были все Возрастные категории Участвовали Как дети Как Спортсмены С ограниченными Возможностями Здоровья Ну таки Взрослые Открытые категории Все 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 Если Для абсолютной категории Там Набиралось Какое-то определенное количество Людей В категории То Вручались Кубки Кубки были очень красивые Их делали Мастера из Урала Я заказывал их там Да Кубки Очень напоминали Чугунные Но на самом деле Не чугунные Это Не совсем правильно Делать Такие кубки Чугунные Большие Огромные И затратно Они делались Из белой глины Уральской Белой глины Уникальные По своему Свойству Вот эти вот кубки Очень красивые И Ну покрашенные Под чугун Конечно Но на самом деле Это Таких Три бородатых Богатыря На них Изображены И Год То есть Вот такие вот Красивые кубки Николай Пышминцев Как раз и увез Самый главный кубок Ну какой Ну конечно Такой красивый кубок Самый огромный Он был Да Самый большой Кубок 42 Или 43 Сантиметра Высотой Такой Здоровенный Красивый Он его увез Да К себе в копилку Причем копилка У него очень большая Но нам все равно Приятно Потому что Наш вятский кубок Будет находиться У самого сильного Жемовика Скажем России Да И Урал И он его показывал Уже в ролике даже Да От этого стоит Конечно Да И дополнительная реклама Кстати говоря Он все равно будет демонстрировать И говорит Что вот Я привез Из вятки Этот кубок И он Практически Самый большой В его коллекции Поэтому когда будет Где-то кому-то хвастаться Он будет Его всегда Внимание будет Приключаться У него Что за три Бородатых мужика Хитрого-хитрого Расскажите пожалуйста Есть ли данные у вас О самом юном участнике И самом возрастном Обычно вот эти две категории Выделяют Потому что важно понимать Со скольких лет Можно начинать И делать уже первые успехи В силовых видах спорта Да И до какого срока Вот это наше Пропагандируемое Активное долголетие На самом деле работает С самого Самого молодого Значит мы В положение Вписали Убрали вернее Ограничения Не с 14 лет А и до 14 лет То есть у нас был Восьмилетний Мальчик Были 13-летние Ребята жали Это самые молодые Самый возрастной Был из города Белая Холуница Геннадий Если мне Не изменяет память 63 года Ничего себе Да И достаточно хорошо И на очень Хорошем Уровне выступил Как в открытой категории Не как возрастной Не как ветеран Он очень хорошо выступил Мы сегодня с ним Как раз разговаривали Вот у него есть Небольшие трудности Он работает тренером И вот он Как раз обращался Чтобы помочь ему С оборудованием И Белой Холунице Да Я конечно же Сегодня вечером Приду и крикну Во все горло Чтобы Чтобы помогали Вот такому человеку Не замедлительно Да Он очень инициативный И тренирует ребят Еще Молодых ребят У них нет В Белой Холунице В их клубе нет Даже нормального грифа Да вы что Такое бывает Помогите Ну если человек обращается Я думаю конечно бывает Удивительно Потому что Ну Так еще не будет Гриф Уже такое распространенное явление Ну Это вообще нормально Мне кажется Его ведь надо купить На что-то А ребята Которые ходят В этот клуб Они не платят ни копейки То есть Как у нас Абонементы У них У них там нет ничего Никто ничего не платит Это все На инициативе Происходит И поэтому Слушайте А как они занимаются Без грифа? Ох ребята Занимаются Самозидительность Да Вот что-то такое Придумали У них есть гриф Есть гриф Это Но они уже Имеют свойство гнуться Поэтому Неудобно конечно 15 килограммовые Всякие вот такие Не те То есть Не для подготовки К профессиональным соревнованиям Скажем так А желание у ребят есть Поэтому Конечно Хочется И надо им помочь Помогать Конечно Важный вопрос Девчонки были на соревнованиях? Море Да и что? Да Так давайте здесь Немножечко подробнее Сколько у нас времени осталось? Чуть меньше Это вид спорта Популярен среди Женского населения Девочки Пашут там Точно так же Как мужчины То есть Для них это Не меньше интереса И я сам Честно говоря Удивляюсь этому Удивлялся этому Но Это так И Вопрос Разве Просто сразу миф Да Женщины становятся Женственность И силовые виды Такие красавицы Мужики Приходите смотреть Такие красавицы Девочки Прямо Но это же опасно Когда рядом с тобой Такая сильная женщина А ну да В этом плане Да Лучше на улице Не нападать Поэтому Какую-то специальную одежду Девочкам Надо выдавать Что я занимаюсь Пауэрлифтингом Чтобы не нападали Какую-то метку Специальную А на самом деле Очень красивые Девушки Никакие там Не мужеподобные Очень красивые Девушки Скорее Наверное В группе ВКонтакте Вас можно посмотреть Да На фотографии Как раз То что мы анонсируем Здесь Сегодня Вот группа ВКонтакте На Пкиров На Пкиров Сегодня мы закончили Выкладывать Все фотографии У нас были Хорошие фотографии Там прямо серия публикаций Прямо сериями Там выложено уже Они прямо По альбомам Я разложил Все подготовил Для того Чтобы можно было Удобно смотреть И как раз Девочек Очень много Нет Есть конечно Скажем так Девочки в теле Но так это не Спорт их сделать Такими Они просто такие есть Ведь мы же все разные Один худой Другой Не очень Третий Полноватый Поэтому То есть Силовые виды спорта Да О чем мы сегодня говорим Это не так сильно Влияет на комплекцию Как вот желание Самого человека Быть Тем или иным Процентом Подкожного жира Да Будем так Выражаться Ну Конечно Силовые виды спорта Накладывают Какой-то Свой отпечаток Но это же нормально У писателя С пальцами Там что-то Оно случается Это профессионально Это Не настолько Это Пагубно И негативно Можно это сказать Каким угодно Видом спорта Можно заниматься И какие-то изменения Происходят Что у пловцов Например Что у конькобежцев Что у боксеров Там Понятно Даже элементарно От ходьбы Нашей Вот чем мы занимаемся Каждый день От бега Могут быть травмы Если заниматься этим Неправильно Наверное Это самый Менее травмоопасный Вид спорта Пауэрлифтинг Да вы что Я думаю Так Когда речь идет О больших весах Я сейчас переплюнул Через левое плечо У меня Травм С этим видом Спорта Не было У меня были Ну скажем Мои которые С рождения Которые мешали Заниматься Мне спортом Но так Чтобы Который бы я приобрел Скорее не было Секрет успеха Это На самом деле Качественная подготовка Да И контроль Тренировки Хочешь много жать Надо жать Хочешь много приседать Надо приседать Но постепенно же Все равно Естественно Это была Следующая Обязательно Нужно заниматься С тренером Обязательно Нужен наставник Который мог бы Который может Подсказать Подстраховать Тут конечно Обязательно Вот тут Как раз тот момент Когда Можно избежать травм Если Ты пришел В зал Почувствовал себя Каким-то Мегагигантом И решил Да я возьму Сейчас как Подниму 300 килограмм Никогда этого не делая И сорвался Без спины Вот и все И возможно Что это было Последнее Занятие Спортом Бывает же такое А когда тренер Рядом Он как минимум Скажет Какое-нибудь слово Квалифицированный тренер Давайте еще Безуми Естественно Квалифицированный Да потому что В этой студии Мы уже нередко Говорили о том Что тренеры Разные у нас бывают Что нет Единого требования К подготовке Тренеров Курсы Тоже есть разные Вот поэтому Важно здесь Тоже полагая Есть какие-то Рекомендации Опыт Друзей Более старших Товарищей Да по данному Спортивному направлению Выбирать именно Того тренера Который Будет действительно В помощь Квалифицированную Чтобы у него Как минимум Были Регалии Звания То есть Человек Прошел весь Спортивный путь То есть Подготовки Выступлений На каких-то Соревнованиях Скажем Высокого уровня Соответственно Это говорит о его Квалификации тоже Ну и плюс образование Конечно Хорошим А еще Буквально Пара минуточек У нас остается Возвращаясь К фотографиям Которые у вас На стене Вконтакте Выложены В группе Вконтакте На Абкиров Насколько я понимаю Дело было Не только В спорте На Селевятке То есть Там были у вас Еще партнеры Ребята Которые организовывали Какую-то Культурную Составляющую Это Это наверное Мой конек Я не могу Без этого Какая-то газета Даже написала Что я пытаюсь Сделать из Пауэрлифтинга Шоу Какое-то Элементы Шоу Обязательно Потому что Пауэрлифтинг Он не такой Динамичный вид спорта Там все равно Больше Статики И такого Движения Прям как Конькобежный Спорт Или карате Бах-бах И все очень красиво Нет Тут Немножко Другое Поэтому Скажем так Добавить Чего-то Динамики Более динамичного Хочется Ну и плюс Я всегда люблю Чтобы это были музыканты Это какая-то была Рок-группа Вот 23 февраля Были музыканты Из группы Кот ПСА Просто Мега-мега-мега Крутые ребята Они подняли Они тоже занимаются Они сами занимаются Но У них По-моему Половина состава Это вообще Преподавательский состав Ребята Мега-крутые И подняли дух Какой-то Было очень много Аплодисментов Люди даже встали Хлопали Благодарили Очень много И я Лишний раз Воспользуюсь Микрофоном Спасибо ребята За то что вы были Вы создали На самом деле На начало соревнований Большое Красивое настроение Хорошее И там еще была Песня Про Про мужчин Что Лучше Мужчины Не вспомните Просто немножко Немножко волнуюсь Я выложил в группе Эту песню Песня очень крутая Это их сочинение Песня Я не знаю Наверное Они занимаются Сочинительством И были девочки Танцевали Из группы Растяжки Пластики И были Была еще уникальная группа Это дети 7-10 лет Девочки Чир группа Чир команда Чир лизинг То что сейчас Заряжает Как раз эмоциями Чир команда Плюс Пульс Извиняюсь Пульс Тоже сорвали Очень много Аплодисментов Настроение Ощущение Праздника Ну что на этом Пожалуй Нашу программу Сферы Спорт Мы закончим Сегодня Так говорили Мы сегодня О силе вятки В потрясающем Событии Спортивном Впервые проводилось Именно в таком формате В Кирове К сожалению Не успеваем мы Поговорить более подробно О пауэрлифтинге Я надеюсь Что Андрей Придет к нам В эту студию Еще не раз Да И мы успеем Осветить План мероприятий На 2019 год И конечно О пауэрлифтинге Тоже поговорить О развитии спорта Да В этом Развитии Силового спорта Именно в Кирове Итак Программа Сферы Спорт Заканчивается В гостях у нас был Региональный представитель Национальной ассоциации Пауэрлифтинга В России По Кировской области Андрей Кириллов Спасибо большое Вам Андрей За информацию Спасибо что пригласили Приходите еще Обязательно До свидания До свидания